Ровно месяц до старта. С 20 декабря в Вологде будет действовать только электронный проездной забота. Он полностью заменит бумажный вариант социального билета. В тестовом режиме система была запущена еще 1 июня. Оценить ее преимущество смогли уже сотни вологжан. Подробнее о нововведении расскажет Егор Канавин. Переход на электронный вариант проездного забота продиктован прежде всего удобством для самих держателей социальной карты, пенсионеров и многодетных семей. В отличие от бумажного варианта, право на скидку по электронному билету не нужно будет подтверждать документами. Он уже содержит информацию о владельце. Кроме того, при потере электронной карты проездной забота можно восстановить, чего нельзя сделать с бумажным вариантом. Плюс оформить такой проездной можно в разы быстрее. Он будет записываться на электронную карту забота, банка «Северный кредит» или обычную городскую карту забота. Чтобы приобрести проездной билет забота, нужно обратиться в привычные всем пункты реализации билетов. Это почты России отделения, это информационно-справочный центр электронная Вологда, киоски, пункты продаж по АТП-1, Вологда электротранса и автовокзал. Нужно подать свою электронную карту забота и сказать, что вы хотите приобрести проездной билет забота. Напомним, с 20 декабря в Вологде можно будет купить только электронный вариант проездного забота. Он рассчитан на месяц. Его цена, так же, как и бумажного, составляет 550 рублей. А действовать он будет в автобусах ПТП-1 и троллейбусах Волода электротранса. Специалисты подчеркивают, уже приобретенные бумажные проездные забота будут действовать до конца декабря. А вот с 1 января 2016 года принимать в транспорте будут только электронный вариант. Для тех, кто не умеет пользоваться электронным проездным, уже проводят обучающие занятия в Центре по работе с населением. Егор Канавин, Юлия Савинцева, Михаил Прищев, Вологда Портал.